Для работы над подготовкой статьи редактор обычно использует страницу, называемую в Википедии «песочница» или «черновик». Участник может создавать несколько страниц черновиков, если это ему требуется для работы. Страницы черновиков относятся к личному пространству участника, а не к основному пространству Википедии, где размещаются энциклопедические статьи. Страницы черновиков, также называемые подстраницами участника, имеют в пространстве Википедии адрес вида «участник», «двоеточие», «имя», «слэш», «название». В верхнем меню страницы участника находится кнопка «черновик», на которой указывает на слайде желтая стрелка. При нажатии на нее вам откроется ссылка на страницу вашего основного черновика. В верхнем меню этой страницы появится кнопка «создать», на которой указывает на слайде синяя стрелка. После нажатия на кнопку открывается страница с надписью «В Википедии нет страницы с таким названием», и вы можете создать такую страницу. Для создания черновика вам нужно нажать на синюю кнопку в нижнем левом углу страницы. Эту кнопку на слайде отмечена красной стрелкой. Страницы черновиков могут использоваться для временного хранения фрагментов текста при работе над статьями, для постепенного написания статьи, которую пока рано помещать в основное пространство, для архивации страницы обсуждения, для создания списка нужных ссылок, для оформления страницы участника, для других технических целей. После создания страницы черновика рекомендуется в верхней строке страницы, в режиме правки кода поставить шаблон «Временная статья». Если вы дополните шаблон записью «ПС равно единице», что означает, что вы разрешаете другим участникам проекта делать правки на странице вашего черновика, это разрешение будет отражено в тексте, появляющемся после установки шаблона в верхней части страницы в режиме чтения. Этот режим удобен для коллективной работы над проектом статьи. Без разрешения на правку другим участникам, путем установки шаблона, действие других википедистов в личном пространстве участника, к которому относятся черновики, считается неэтичным. Следует учитывать, что страницу черновика вы не можете удалить самостоятельно, можете только очистить страницу от текста, но история страницы и сама страница остаются в пространстве Википедии. Для удаления черновика под страницы следует воспользоваться шаблоном DB Owner, устанавливаемый в режиме правки кода. После установки такого шаблона нужно ожидать того момента, когда свободный администратор или подводящий итоги удалят страницу вместе с ее историей. Продолжение следует...